Продолжение следует... 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 В статистике самой частой хромосомной патологии является синдром Дауна. То есть это лишняя 21-я хромосома. Как вы, может быть, знаете, у человека в норме генетический материал представлен 46 хромосомами. И вот в том случае, если по неизвестным причинам 21-я хромосома, их не 2, а 3, это состояние называется трисамия. Трисамия по 21-й хромосоме или синдром Дауна. Синдром Дауна, так или иначе, с ним все знакомы, всех этих детей видели. У них характерный внешний вид. Помимо этого, у них еще серьезные проблемы со здоровьем, гипотериоз, склонность к лейкозам. Часто бывают пороки сердца, соглазие, деформация грудной клетки и так далее. То есть множественные проблемы со здоровьем. Эти дети, скажем, глубина поражения интеллекта варьирует. Бывает от тяжелой до сравнительно легких степеней поражения интеллекта. В особенности, когда идет мозаичное поражение. И продолжительность жизни этих людей с синдромом Дауна достигает 40-50 лет. То есть по этой причине государство включило синдром Дауна именно в скрининг. Во-первых, то, что рождаются живые дети, они испытывают серьезные проблемы со здоровьем и достаточно долго живут. То есть это нагрузка и на семью, и на бюджетное государство. Также помимо синдрома Дауна во время скрининга первого триместра диагностируется другая патология. Это синдром Эдвардса по Тау, Тернера и Клинфильдера. Значит, частота синдрома Дауна, я, наверное, забыл упомянуть, примерно 700, вернее, один случай на примерно 700 родов. Затем хотелось бы остановиться еще на следующих синдромах. У меня картинка что-то не очень качественного показывает. Какой там следующий слайд у нас? Шерешевский Тернер. Да, синдром Шерешевского Тернера. Это в норме у нас половые хромосомы у женщин и девочек, представлены двумя хромосомами, у этих девочек одна хромосома отсутствует. То есть у них не 46 хромосом, как в норме, а 45 хромосом. То есть такая анеоплодия называется моносомия. Моносомия по половым хромосомам, моносомия Х и синдром Тернера. Эти девочки и женщины достаточно низкого роста, характерны нижние виды, короткая шея, характерные складки по бокам шеи. Достаточно часто у них, ну практически всегда возникают проблемы в репродуктивной сфере. И низкий рост. И проблемы с опорно-двигательной системой и сердечно-сосудистой системой. Понятно, что какая-то часть хромосомных аномалий заканчивается выкидышем, но вот с синдромом Шерешевского-Тернера, это один случай примерно на полторы тысячи родов, достаточно часто рождаются такие дети. Хорошо, пожалуйста. Что касается синдрома ПАТАУ. Синдром ПАТАУ – это лишняя 18-я хромосома, то есть 3-саминя по 18-й паре хромосом. Дети с этим пороком редко доживают до полутора лет, часто погибают в родах или в первые месяцы жизни. Достаточно часто эта беременность заканчивается либо выкидышем, либо замирает. Но, тем не менее, достаточно часто эти дети и рождаются. Поэтому по какой причине они не доживают? То есть это множественные-множественные пороки развития. То есть это и дефекты позвоночника, и пороки сердца, и нарушение головного мозга. Понятно, что интеллект здесь страдает очень серьёзно. Такое состояние встречается примерно один случай на 6 тысяч родов. Дальше хотел бы ещё представить синдром Эдвардса, который встречается почаще, примерно один случай на 5 тысяч родов. Это трисомия, то есть лишняя хромосома по 18-й паре. Здесь также дети с множественными пороками развития, с глубокой умственной отсталостью, с микроцефалией, с многочисленными пороками внутренних органов, в почек, сердце, мозга. И эти дети также редко доживают до, скажем, полутора лет. Или погибают в родах, или также беременность заканчивается неудачно. Но тем не менее встречаются живые новорожденные. Примерно один случай на 5 тысяч. А по некоторым данным, в Америке дают данные даже один случай на 3 тысячи. Но по нашим данным это пореже случается. Синдром Клейнфельтера. Это патология также половых хромосом. Достаточно часто случается. Это описывают до примерно 7 тысяч. Ой, 7. Вернее, одного случая на 700 родов. Это пациенты с одной лишней хромосомой. Мальчики. То есть это мальчики, у которых половые хромосомы представлены не Х, как у нормального мужского креатива, а Х, и Х, и. То есть у них еще присутствует дополнительно на женские хромосомы. Эти пациенты отличаются высоким ростом. У них невыраженные вторичные половые признаки. Ожирение. Ну, бывает ожироотложение по женскому типу. Гипогонодизм. Гинекомастия. Снижение либидо. И проблемы в репродуктивной сфере. Интеллект страдает не всегда у таких пациентов. В связи с этим, вот эти все состояния и синдромы, которые я назвал, и диагностируются в скрининге первого триместра. Также еще существуют так называемые микродирекционные синдромы, которые достаточно редки. Которые в диаграмме были представлены. Это дирекции. Синдром Кошачьего, Крика, Ангельмана, Прадра, Билли, 1П36 и Диджорджин. То есть это не численное нарушение количества хромосом, а сегментарное нарушение, то есть попадение участка какой-то хромосомы. То есть при кариотипе это не всегда бывает обнаружено. То есть эти синдромы достаточно редкие. И не всегда дети, скажем, сильно страдают. То есть интеллект и качество жизни. Ну то есть тут большой вопрос. И вот тест-система, к сожалению, в стандартном традиционном скрининге, нерасширенном, не смотрится. Так вот. Все синдромы, которые я говорил, синдромы Дауна, Эдвардса, Паттау, тернерные клининфильтры, диагностируются при помощи скрининга первого триместра. То есть сдается УЗИ в 11-13 недель и биохимический анализ крови. В результате чего выводится группа риска и группа высокого риска, то есть риском 1 на 100 и выше, идет на инвазивную диагностику. Что касается теста Принетикс, который мы представляем. Этот тест неинвазивный, то есть он определяет не как биохимический анализ крови, гормональный статус женщины и судит о нем по гормональному статусу женщины, о состоянии плода. Но он также смотрит именно объективный показатель, то есть ДНК подат в крови материнга. Я сегодня хотел бы вам показать коробочку. Вот это набор, который получает каждая женщина, которая сдает Принетикс. То есть здесь, в этой коробочке, мы можем помимо регистрационной формы, то есть направления, увидеть вот такой термомешок с термостабилизатором и в нем две пробирки. То есть все, что нужно, это сдать две пробирки крови. Значит, что еще хочется сказать? Вот по результатам скрининга первого триместра. Если у женщины есть, скажем, сомнения или она боится сдавать инвазивную диагностику, но при этом у нее нет патологии по УЗИ, как говорят наши доктора и как говорят эксперты, это общее признанное мнение, что в принципе можно сдать неинвазивный пренатальный тест Принетикс. Также, поскольку ненвазивный тест является скрининговым, мы его рекомендуем сдавать всем женщинам. То есть в ближайшем будущем он займет свое место в системе пренатального скрининга. И мы будем к этому стремиться и всячески работать с нашим государством. Вопросы? Первый вопрос. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Был первый скрининг в 17 недель по УЗИ без патологии. Биохимический анализ нормы. Минимальный риск хромосомных аномалий. Но во втором скрининге в 15-16 недель по биохимическому анализу был выявлен пониженный АФП в 14,54 при минимальном значении 16. При этом я лечилась в это время антибиотиками с диагнозом пилонефрит и сдавала в это время биохимический анализ. А мог ли как-то мое лечение повлиять на результаты скрининга? Ну да. Ну вообще, как говорят специалисты, биохимический скрининг большее значение имеет именно в первый скрининг. То есть во втором скрининге на биохимию уже в меньшей степени обращают внимание. И действительно, биохимический скрининг это достаточно субъективный показатель. Во-первых, это гормональный статус женщины. И он говорит косвенно о состоянии плода. И на него может повлиять все, что угодно. То есть это и прием лекарственных препаратов, и гормональный, и заболевание какой-то женщины, и температура. И не вовремя сданный даже первый скрининг тоже может повлиять на результат. То есть здесь, если, допустим, у данной пациентки нет патологии по УЗИ, правильно я понял, что у меня нет патологии по УЗИ? В принципе, тут либо наблюдение мы рекомендуем, либо чтобы спокойно иметь спокойствие, и можно сдать немозимый тест в этом случае. Также есть вопрос. Был ли у вас опыт определения синдрома Клейн-Фильтра в вашей лаборатории? Ну да, такие случаи были, конечно. Поскольку это достаточно частая патология. Мне вопрос. Ребенок за час с помощью ЭКО. Предварительно было сделано ПГД. Имеет ли смысл сдавать скрининг и нетис? Ну, мы много раз задавали вопрос нашим докторам, которые занимаются в нашей лаборатории предамплотационной диагностикой перед экстракропоральным отлодотворением. Чтобы все понимали, что такое ЭКО, знают все. Ну, то есть это оплодотворение вне человеческого организма. И затем подсадка уже в матку женщины оплодотворенного яйца. Так вот, для того, чтобы повысить результативность ЭКО, все-таки в результате ЭКО достаточно часто получается эмбрионность патологии хромосомной, существует такой метод предамплотационной генетической диагностики. То есть это на том этапе, когда эмбрион еще находится вне тела женщины и активно делится, можно безболезненно для него взять у него несколько клеток и проанализировать. Соответственно, можно проанализировать, как на все хромосомы, ну, то есть делать исследование, сравнимое с креотипом, которое делается на ДНК-микроматрицах. Это называется ПГД-46. Либо, если известно, какое-то моногенное заболевание в семье или какое-то другое заболевание, транслокация, к примеру, то можно продиагностировать и его таким методом. Так вот, как говорят наши специалисты по предамплотационной генетической диагностике, что если эмбриону была проведена предамплотационная генетическая диагностика на 46 хромосом, то, в принципе, ненавазивный тест вставать не нужно. А, правильно я понимаю, что принетикс – это альтернатива инвазии. Он безопасен и плод не будет побеждаться. Это очень хороший вопрос, и не устану это говорить. Принетикс – это не альтернатива инвазии. Это потенциально одна из частей скрининга временных. Ну, то есть это, по большому счету, замена биохимическому скринингу. То есть для того, чтобы сделать инвазивную диагностику, нужно сначала выделить группу риска. Она на сегодня выделяется с помощью ультразвуковой диагностики и биохимического анализа крови. Так вот, в этом случае биохимический анализ крови достаточно часто дает сбои. Достаточно часто бывает ложноположительным и ложноотрицательным. Вот мы прогнозируем то, что тест принетикс займет место биохимического скрининга. в скрининге первого триместра. Но если по результату неинвазивного теста будет что-то обнаружено, то есть повышенный риск какой-то патологии, то, естественно, нужно будет сделать инвазию, инвазивную диагностику. Но это будет достаточно редко. Намного реже, примерно один случай на 330 женщин, чем в результате прохождения скрининга первого триместра, когда исследуется, ну, дается направление, вернее, на инвазию одной женщине из 18. Я живу в Хабаровске. С какими ребенками вы работаете? Спасибо за вопрос. Дело в том, что мы изучили лучший опыт, опросили наших пациенток перед тем, как запускать эту услугу. И на сегодня в любой точке нашей страны пациентка может сдать этот скрининг. То есть нужно позвонить по федеральному номеру 8 800 775 61 35. И мы все вопросы с курьером, с доставкой решаем. То есть нужно будет только вот эту коробочку, которую я вначале показывал, вам привезут с двумя проверками. То есть это транспортная упаковка. Нужно будет только сдать кровь. Забор не отличается от других вакуумных пробирок. И вызвать также нашего курьера. То есть стоимость доставки входит в стоимость теста. Как раз следующий вопрос был. Меняется ли цена в зависимости от региона? В зависимости от региона цена у нас меняется. Такова наша политика. То есть для всех регионов у нас на сегодня цена 23 тысячи рублей. И еще один очень интересный вопрос. Как долго ДНК ребенка остается в крови матери? Неужели она входит с ДНК ребенка потом всю жизнь? Это не так. Ну то есть считается, что ДНК ребенка элиминируется, то есть исчезает из крови матери в течение нескольких часов после родоразрешения. Ну то есть у многих возникает вопрос, если вот ребенок с патологией был, в следующую беременность не может ли быть ложного результата скрининга первого триместра или безопасного скрининга беременных триметиц? Нет, такого быть не может, поскольку ДНК плода уходит с крови матери после родоразрешения в течение нескольких часов. Большое спасибо всем, кто нас слушал. До новых встреч. До новых встреч.